Привет! Спешу с вами поделиться тем, что на моём любимом сайте с фурнитурой появилось очень много новых стеклянных баночек, больших и маленьких, абсолютно разных форм, и вот сегодня я возьмусь за большие. Я решила пройтись дальше по волшебным профессиям и сделаю сегодня полку звездочёта. Для первой баночки я буду использовать смолу, поэтому сначала быстренько замешаю её по инструкции, и как раз пока из неё выходят пузыри, покажу вам свои новые баночки. Вот такие шикарные пузатые баночки я сегодня буду использовать. Ссылку на них вы можете найти в описании. Теперь вернёмся опять к смоле. Я хотела сделать вселенную звёзд. Для этого я разделила смолу на несколько частей и взялась за красители. Чёрный, когда я его получила, я и подумать не могла, что так часто буду с ним работать. И очень полюбившиеся мне три космических цвета. Розовый, фиолетовый и голубой. Часть смолы я оставила прозрачной и насыпала в неё мелкие блёстки и блёстки в виде звёзд. Вселенная звёзд у меня будет вот в этой пузатой баночке. Я планировала сделать так, чтобы снизу у меня был слой чёрной смолы, а сверху прозрачная цветная смола, но не перемешанная, а таким туманом. Как и планировала, заливаю сначала чёрную смолу и распределяю её по дну. Затем я начала наливать прозрачную смолу и поняла, что не учла один очень важный момент. У меня ведь был слой чёрной незастывшей смолы, и когда в центр него я стала заливать прозрачную смолу, чёрная стала раступаться и подниматься. А мне это не надо было. Я добавила немного цветной смолы и поняла, что если я так и дальше буду продолжать, у меня все стенки будут чёрными. Поэтому я решила дать застыть этому слою, а замешанную смолу, которая оставалась в стаканчиках, я использовала в другом проекте. Когда работаете со смолой, всегда предусматривайте что-то на дополнительную заливку, на случай, если смола останется, как у меня сейчас, чтобы просто не выбрасывать её. Пока та баночка застывает, я взялась за другую и решила сделать в ней цветы с другой планеты. Для этого я взяла засушенные цветы гипсофилы и такую вот, не знаю что это, мох или водоросль, в общем, окрашенная мягкая штука с Алиэкспресса. Я хотела засыпать их флюоресцентным пигментом, чтобы они светились, но чтобы он не стряхивался с них, не опадал очень быстро, мне надо было сделать их временно липкими. Для этого я покрыла их вот таким лаком из баллончика, но вовсе не была уверена, что это сработает, особенно учитывая то, как они разлетались у меня по коробке от спрея. Светящийся порошок у меня розовый, оранжевый, голубой, зелёный и фиолетовый, но голубой и зелёный я использовать не буду. Кладу в банку немного этого мхаа и укладываю цветочки, а затем засыпаю небольшим количеством розового порошка. Укладываю новый слой и засыпаю оранжевым, и потом кладу последний слой и засыпаю фиолетовым. Ещё одна баночка готова. Следующую я просто влюблена. Её можно использовать как колбу, а можно перевернуть и использовать как подставку под уникальное растение, что я и сделала. Для этого я взяла вот такие кристаллы для свечей из икеи. И сухоцветы. Нашла у себя засушенную Эрику и вот такие хвойные веточки. Если с Эрикой всё понятно, то что это за хвойные, я не знаю, потому что я привезла их себе как сувенир из Вьетнама, и это не туя. Я выбрала наиболее подходящий цветочек и приступила к оформлению пробки. Налила на неё каплю клея и стала выкладывать камешки, чтобы в дальнейшем вставить в них сухоцветы. Задача стояла не из простых, потому что Эрика очень хрупкая, а стоять не хотела. Наконец, я добилась своего и оставила застывать клей до конца под куполом, но в случае, если растения начнут падать, чтобы хотя бы в пределах стекла. Вернёмся к пузатой баночке. Благодаря заливке прозрачной смолы у неё на дне оказался прозрачный просвет, а внизу – разводы цветной смолы. На этот раз я решила залить её просто прозрачной смолой, и позже вы поймёте почему. Но тут встала другая проблема. Я хотела вмешать в смолу звёздочки, но если бы она была очень жидкой, все звёздочки бы осели на дно. Поэтому я стала выдерживать смолу до частичного загустевания и только потом заливать. Но когда смола густая, и даже если из неё вышли все пузыри, при переливании образуется очень большое количество мелких пузырей, а смола уже густая, и им не выйти. Более того, все мои звёзды всё-таки осели на дно. И вот почему я заливала только прозрачную смолу, смотрите. Вот так видно только прозрачность, блёстки и пузыри. А если смотреть на банку под углом, становится видно цветное дно, которое словно окрашивает смолу и плюс звёзды на нём. Дабы выйти из этой ситуации, я решила, что чёрно-цветной слой с сопавшими звёздами – это то, что видно нам с нашей планеты, небо-космос. А всё то, что сверху, вот это прозрачное, с диким количеством пузырей – это мир бесконечных звёзд, которые нам не видно с нашей планеты. Так вот я выкрутилась. Надо всегда просто придумать правильную трактовку. Ещё у меня была вот такая основа под кулон, но, на мой взгляд, она великовата для кулонов, поэтому я решила сделать с неё панно. Взяла акриловую краску, стала её вот так вот смешивать, но мне это показалось слишком ярко, поэтому я взяла чёрные блёстки, но чё-то результат мне от них не сильно понравился. Поэтому я смыла всю краску и залила эту основу чёрной смолой. Затем взяла вот такие наклейки. Они, конечно, красивые, но прозрачные, поэтому их не очень хорошо видно на чёрном фоне. Я нашла выход из этой ситуации. Я отклеивала нужную картинку и прокрашивала сзади по липкой стороне белой краской по контуру изображения, а затем аккуратненько укладывала на смолу и добавила туда немного крупных золотых блёсток. Пока этот слой смолы на моём мини-панно застывал, я взялась за другую ванночку. Тут я решила использовать старый добрый способ создания космоса в ванночке из глицерина, лишь ограничившись одним цветом — бирюзовым. Для наполнения этого пузырька я взяла кучу всяких разных штук для ногтей, потому что всё, что существует для дизайна ногтей, можно использовать в абсолютно любом творчестве. Для начала окрашиваю глицерин. Так как он густой, краситель для мыла в нём неохотно растворяется. И да, тут я лучше защищу поверхность стола, а то мало ли что. Наливаю чуть-чуть глицерина и добавляю немного цветного песочка для ногтей. Затем отрезаю кусочек файлика, помкаю его и просовываю в баночку. Теперь можно засыпать кучу всякой всячины, блёсточки, бусинки, вообще всё, что найдёте. Ещё я хотела положить вату, но обычной ваты у меня не было, поэтому я взяла её из внутренней части ватного диска. И опять блёсточки-звёздочки. Пока я тут всё это засыпала, краситель растворился в глицерине и дал более насыщенный цвет. Но так как мне не хватило этого количества, я решила сверху удалить просто глицерин из банки. Такие вот дела. Дальше закончу панно. Смотрите, как краска потрескалась под картинками. Не знаю почему, но этот кракелюр мне понравился. Панно осталось просто залить прозрачным слоем, чтобы не было так видно, что я использовала наклейки. Вообще наклейки в смоле это читерство. У меня оставался последний пузырёк. Он у меня ассоциируется с гномом, потому что он такой кореностенький. И я решила просто положить в него вот такие декоративные стеклянные шары. Планеты. Это почти как чёрная жемчужина в банке, только планеты. А вот на этой баночке я хотела сделать надпись. И для этого взяла старую крафтовую бумажку. И да, такое, кстати, и у меня бывает. Отрезала от неё кусочек, а затем такой вот ручкой нанесла надпись. Кривоватенько. Дубль два. Приклеивать решила остатками смолы и пожалела об этом. Бумажка промокла. Лучше бы взяла обычный клей. Дубль три. Отлично. Ещё я хотела задекорировать бумажку вот такими мелкими штуками. Опять же, для ногтей. И чего тут только нет. Я нашла одну звезду. Хотела найти ещё что-нибудь интересное. Наткнулась на оленя. Порадовалась, что здесь, помимо всего прочего, есть олень. Нашла вторую звезду и забила на поиски чего-то другого. За этим занятием можно час провести. Пока я их приклеивала, заметила, что глицерин стал выпирать наружу. Что вообще не так с этой банкой. Поэтому я сняла часть салфеткой. И когда наконец смогла закрыть пробку, промазала края смолой. Чтобы точно не было больше никакой мишкиной каши. Пузатую баночку я решила обвязать вощёной верёвкой и прицепить на неё звёздочку. Вселенная звёзд ведь всё-таки. Вообще можно было бы на этом закончить. Но я же решила делать полку звездочёта. От одного проекта у меня остался вот такой отпил доски, который я немного отшлифовала и уже попробовала покрасить так, как хотела. Идея сработала, поэтому рассказываю. Мне хотелось покрыть доску, не, она слишком короткая, чтобы называть её доской, деревяшку. Так, чтобы не перекрывать текстуру дерева. И обычно с этим справляется морилка. Но покупать цветную морилку, я вообще не знаю, существует ли такая цветная морилка, как мне нужна, мне не хотелось. Я взяла акварель. Результат меня очень порадовал. Но полка должна же куда-то крепиться, поэтому мне нужна была ещё и стена. Для этого я взяла кусок фанеры. Отметила на нём квадрат 20 на 20. Получившийся квадрат я зашлифовала. Дальше я хотела тоже покрывать его акварелью, но так как для этого нужна вода, а моя дощечка была в пыли, я как раз решила её помыть и покрыть акварелью. Мокрый смотрится довольно стрёмно, но когда она высохла, получилось хорошо. Я приклеила доску к фанере, но их же надо было стянуть для надёжности. Насколько я знала, это делается шурупами, но вкручивать шуруп, не сделав отверстие дрелью в несклеенные доски, занятие такое себе. И, естественно, не принесло мне никакого результата. Тогда я нашла у себя малюсенькие гвозди и сначала забила один, вполне успешно, потом попыталась сделать то же самое со вторым, не очень успешно, и приступила к шурупам. Сначала я выворачивала их чуть-чуть отверткой и только потом бралась за шуруповёрт. И это был успех. Потом до меня дошло, что мне не на что было крепить моё панно, поэтому на клей-момент я приклеила вот такую деревянную штуку сзади, чтобы было видно лишь аккуратненький уголочек. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Все материалы, как всегда, в описании, а я вас вот так вот люблю. Пока! А ещё-ещё забыла. Я сейчас читаю книжку, которая называется «Цвет волшебства», и там упоминается волшебное дерево «Груша разумная». И вот, я ведь тут деревяшечку красила в такие космические цвета. Как вы думаете, если бы дерево такое действительно существовало? Как бы оно называлось? «Цвет волшебства» Как должны быть, приしょ! Спасибо за просмотр!